Добрый день, друзья, и не о другем. Сегодня 9 дней со дня убийства военкора Владлена Татарского. И в этом контексте я вспоминаю миниатюру Максима Галкина про покушение на Владимира Соловьева. Покушение, которое ФСБ предотвратило. И Галкин стебал, типа... Ну, как бы в презумпции того, что кому вообще нужны эти пропагандисты, пропагандоны, как они их называют. Кто и там их будет убивать. А ведь Владимир Соловьев гораздо более значимая фигура, нежели Владлен Татарский. Гораздо более лакомая жертва для укронацистов и британской разведки, которая всем этим рулит. По всей видимости, точно я не знаю. Вот интересно мне, муж Аллы Пугачевой будет по-прежнему этот номер включать в свои концерты. Или все-таки устыдиться. Что-то мне подсказывает, что нет. Что оказывается, мы не знали. Оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением Урана для создания грязной полбы, скрещивая коронавирус обезьянной оспой и начинали через жопу этим коронавирусом боевых путок. Что они улетели, так сказать, и планировали нападение на Беларусь четырех сторон. Что они там принимают? Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Чтобы тоже так было. Сиреневый тушканг над нами пролетает. Оранжевый верблюд поет из темноты мавиновый пингвин. С тобой на магии смоняет, что дедушка в лесу нашел некие грибы. Дайте. Дайте мне эти грибы, я тоже так хочу. Нет, правда. А когда сказали, что на Солоднёба готовилась к покушению, это, понимаете, да, вам ха-ха-ха, человек был в опасности. Страшное покушение. Обезвредила ФСБ вовремя. Ячейку укронацистов, которые, оказывается, были спящими. То есть они спали 15 лет. И Хыши Ющенко ввел в этот глубокий сон. И вот они там находились, в этом сне их разбудили. Слава Богу, не успели они, так сказать, напасть на Соловьёва, но у них изъяли два пулемёта, три миномёта, пули, патроны, нацистскую литературу. Как они ещё не добавили, осиновый кол, крутественниц, майнхамф в оригинале. Ну, даже как туристы попали с нотами. Ну, у вас же так богом есть натовские базы. Ну, возьмите вы одну, эту боевую утку, дайте ей понюхать носки с Соловьёва. И уже на следующий день мы бы видели в заголовке «Боевые утки засрали Соловья до смерти». Почему они не догадались, я не знаю. Страшное дело. Там, конечно, такое.